В этот раз в турнире приняли участие четыре команды – Спартак из Люберец, Московский ЦСКА, БК Химки и победитель прошлогодних соревнований с Дюс Шор, представляющий Самару. Уже первый игровой день показал – борьба за медали будет нешуточной, и финальная встреча между вечными соперниками ЦСКА и Химками только подтвердила ожидания. В четвертой десятиминутке воспитанники нашего клуба имели небольшое преимущество, но армейцы сумели догнать Химчан. Победитель определился лишь в овертайме. Баскетболисты ЦСКА одержали победу со счетом 84-76. Торжественную церемонию награждения провели коллеги, друзья и родные Александра Болошева. Как отметил известный тренер, приветший женскую сборную СНГ к золотым олимпийским медалям в 92-м году Евгений Гомельский, в России сильная школа баскетбола и подрастающее поколение должно заменить регионеров в наших клубах. Вдова Александра Болошева поддерживает эти слова. Ее супруг большое внимание уделял развитию детского и юношеского спорта. Работа с молодежью принесет свои плоды, уверена Надежда Николаевна. Наша сборная в этом году доказала, что у нас есть резервы. И просто будем надеяться, что тренер сборной, Блат или кто-то еще будет, что не заметит, что у нас очень много талантливых и детей. По итогам турнира места на пьедестале распределились следующим образом. Первые – ЦСКА, вторые – Химки, третьими стали воспитанники Самарской зюшор. Также ребята получили индивидуальные награды. Лучшими – разыгрывающим и центровым – жюри определило баскетболистов из Самары. Звание лучшего защитника досталось игроку ЦСКА. Отличились и химчане. Ивана Слуцкого признали лучшим нападающим, а самым ценным игроком турнира стал Илья Карпенков. Для меня, во-первых, значит, лучше победа команды, нежели своя личная игра. Поэтому, ну, это, конечно, хорошо, я рад, но лучше было бы выиграть ЦСКА сегодня. ЦСКА – это как бы фавориты этого турнира. Ну, они более сыгранные, более, ну, сами все тактические, мощные, нежели остальные команды. Поэтому с ними были труднее всего. Химчане пообещали в следующий раз выступить лучше. Равняться будут на старших товарищей – игроков основного состава. Напомним, баскетбольный сезон стартует 3 октября. Первый матч пройдет между химками и триумфом. Но прежде состоится традиционная встреча с болельщиками. Екатерина Юшина, Дмитрий Алексеев, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова